это ролик обзор на итоговое сочинение не для всех но если ты досмотришь это видео до конца то ты поймешь вообще какие темы у тебя западают это важно значит итоговое сочинение по моему мнению и это большая такая звездочка по моему мнению выглядит именно так я об этом говорил много-много много раз например в предыдущих видео про итоговое сочинение у меня есть ролик на канале с чего начать подготовка к итоговому сочинению есть ролик на канале что читать летом но еще много контента которые связаны с итоговым сочинением значит задача сегодняшнего ролика это посмотреть на те темы которые были на реальном экзамене в прошлом году получается в 2022 с учетом того что многие темы я угадал и об этом я с удовольствием расскажу да вот что я угадал 48 из 66 реальных тем мои ученики пришли на экзамен увидели темой улыбнулись потому что мы по ним уже писали сочинения нет ну не здорово ли как здорово и вот сегодня мы будем это разбирать это первая причина вторая причина значит почему я решил записать этот ролик вы знаете недавно я перечитал мои любимые произведения это чучело владимира карповича железникова чучело чучело и письма о добром прекрасном дмитрий сергеевич лькачева письма это значит я искренне себя считаю амбассадором двух этих произведений настоятельно рекомендую давая тех произведений минимум прочитать и вот сегодня мы будем смотреть на некоторые темы и думать получится ли чучелом и письмами значит это все раскрыть думаю что будет безумно полезно интересно и плюс ко всему там вы можете выписать для себя определенные темы которые вдруг как вам кажется у вас западали погнали погнали значит москва плюс 9 у нас какие темы были что может привести человека в отчаяние мы прям вот эту тему разбирали на курсе некоторые небольшие произведения читали далее согласно ли вы с латинской пословицей лучше погибнуть с честью чем жить в бесчестии мы разбирали очень похожие конечно при подготовке к итоговым сочинению с учетом того что у нас достаточно широкая тематика подготовки и но самостоятельно я думаю подготовиться так четко тяжеловато потому что слишком большой разбор и в общем удачи кто готовит самостоятельно значит мы разбирали похожие конечно говорили про честь и бесчестье и здесь подходит и чучело и письма добром прекрасном и мастер маргарита но здесь суп двигаемся дальше значит как вы относитесь к такой жизненной позиции не нуждаюсь ни в чьих советах но такая тема философской у нас были на курсе некоторые произведения которые подходят под эту тему или подошли бы по тот или иной тезис да все таки нужно помнить что литературный аргумент доказывает именно тезис но вот я не стал учитывать на эту тему как ту которая мы разбирали потому что ну ладно так здесь все очень четко какие события в истории нашей страны вызывают вас гордость вот эту тему мы прям разбирали на курсе потому что есть некоторые секретные произведения про первый полет гагарина в космос ну и так далее 5 10 в общем я набрал некоторые отрывочки больших произведений чтобы мои ученики прочитали далее почему в искусстве так часто изображают небо и звезды но вот с этими темами сложнее но есть некоторые интересные произведения брэдбери которые мы будем читать на курсе прямо сентябре октябре в наибре мы будем читать такие произведения обязательно при подготовке к сочинению но вот я эту тему тоже не включил нее нет из этих на 48 которые я угадал ну что ну такая тема интересная и какое произведение искусства помогло вам лучше понять себя опять же да такие истории мы прям разбирали на курсе очень много чуть ли даже не писали сочинение именно по этой теме даже по ум на финальном пробнике вот такая вот история итог ребята которые живут в часовом поясе плюс 9 от москвы пришли на реальный экзамен и точно знали как раскрыть 46 тем вообще говорит до 66 вообще нормальные но может быть небо и звезды хотя мы читали некоторые произведения это сложная темпла но 46 прям прям вот это вот мы точно разбирали двигаемся дальше москва плюс 8 была тема прав ли герой максима горького утверждающий человек это звучит гордо ну пожалуйста да просательно мы точно разбирали похожие на курсе про то что человека во главу угла у нас даже есть полноценный раздел огромное количество произведений читали на эти темы но и чучело сюда конечно подходят а это если вы не читали не буду спойлерить но отношение к людям николая бессольцева на это вообще супер как вы понимаете что такое честь и бесчестье очень похоже да на ту тему которая была уже но тем не менее мы разбирали очень и очень похожие чучело то что подходит я все-таки раз засчитываю это мы прям готовились в такой теме век нынешний и век минувший причины конфликта мы точно разбирали на курсе причем рассматр рассматривали эту тему с разных сторон мы говорили про конфликт отцов и детей мы говорили про отношение к технологиям отцов и детей мы говорили про мировоззрение разных поколений почему оно такое есть много замечательных произведений кстати чучело может быть сюда тоже входят да но здесь скорее контраргумент про сочетание мнение одно нужно жить и относиться к другим людям так как хочешь чтобы относились к себе и так условно то поэтому обязательно прочитайте чучело ну и письма добрым прекрасным точно сюда подходит ладно согласны ли вы с тем что предательство губительно для самого предателя вот эта тема при подготовке да вот в прошлом году я с командой вот вытащил более полутора тысяч тем которые были до этого в предыдущие годы и вот эту тему мы прям вот прям раз разбирали прям сложно и прям что предательство губительно здесь кстати замечательно произведение мститель я сегодня стараясь в этом ролике много произведений но не давать потому что задача другая то чучело письма о добром прекрасно но и показать какие темы разбирали но вот сейчас вспомнил произведение мститель ответа прочитается вот под эту тему замечательно на у нас будут еще на курсе несколько других на произведении небольших очень содержательных под эту тему может ли природа помочь человеку понять себя любые произведения про природу самое интересное будут на курсе мы разбирали похоже в прошлом году ну и чтение литературного произведения труд и ледах мы прям вот эту тему разбирали прям я чуть ли не в домашке давал эту тему итог ребята которые живут плюс 8 от москвы пришли на реальный экзамен и увидели 6 и 6 тем которые мы реально разбирали на курсе то есть там понятные хорошие интересные темы выбирай любую пиши идеальное сочинение никаких проблем и это ли несчастье и это ли не радость и это реально и в этом году я уверен что будет тоже самое ну может угадать поменьше потому что будут новые темы но при этом каждый выпускник придет на экзамен и сможет раскрыть точно одну тему уж точно идеально да при нашей подготовке двигаемся дальше москва плюс 7 какие были темы какие средства не могут оправдать никакой целью супер тема очень широкая мы обсуждали на курсе огромное количество произведений кстати чучело и письма добром прекрасно тоже подходит под эту тему что легче отомстить обидчику или простить его разбирали мы прям вот это разбирали вместе вот предыдущей темой да по поводу нагубительно для самого предателя опять же но произведение мститель можете взять но при этом чучело то что подходит да и письма добром прекрасном тоже подходит в чем могут быть истоки дисгармонии между личностью и обществом но причина конфликта мы разбирали на курсе причины конфликта достаточно понятная такая история с учетом того что у нас есть раздел да где нам нужно сопоставить личность и общество второй раздел ну и еще темы что мне хотелось бы изменить в жизни современного поколения очень подробно обсуждали читая анти утопии очень подробно обсуждали на когда говорили про моральные ценности много таких произведений никаких проблем не возникло при написании сочинений на эту тему помогать ли новые технологии сделать жизнь на нашей планете лучше очень хорошая тема мы разбирали начат темы которые связаны с технологиями на курсе и точно нужно и в этом году разбирать сто процентов анти утопии читать нужно но и не только ну и какие проблемы поднимаемые писателями вы считаете актуальными эту тему мы тоже разбирали потому что здесь отметление пожалуй глобальные ну вообще тема такие очень интересные я надеюсь что каждый из вас посмотрит этот ролик сейчас считает темы такие но вообще-то большинство бы я раскрыл или раскрыла до ссылаясь на свой литературный бэкграунд если нет у меня есть ролик про то что нужно читать но вообще явно стать рекомендую попробовать написать сочинение самостоятельно не самостоятельно но вообще писать сочинение потому что навык сочинение приходит только через практику но итог ребята которые живут в часовом поясе москва плюс 7 значит но пришли на экзамен и увидели 6 и 6 тем которые мы замечательно знали более того мы еще и готовились грамотности да потому что грамотность есть такой критерий и орфография пунктуации грамматика и речь все это необходимо знать и в своем телеграм-канале я приготовил замечательный очень большой это комплексный файлик по всей орфографии для егэ обязательно сканируйте qr-код либо переходите я еще напомню но скачивайте подписывайтесь на канал в грамотно быть модно там очень много контента который поможет набрать высокие баллы за экзамен по русскому языку но мы двигаемся дальше значит москва плюс 6 подходим да наверное многие ждут москву или центральный вообще регион но в любом случае значит как юношеские мечты могут повлиять на дальнейшую жизнь человека вот это мы не разбирали хотя с другой стороны вроде бы но есть произведение про кольку вели на замечательное произведение которое я настоятельно рекомендую прочитать про мечту и про дальнейшую жизнь но я честен да есть некоторые произведения которые точно помогли бы раскрыть но вот прям вот это вот слово в слово не брали как бороться со злом конечно брали на на курсе может ли благополучие общество быть гарантией счастья конкретного человека тоже не брали на курс да понятное дело так интересно в этом ролике как будто выставляется ну блин извините что-то я не угадал что эта тема возьмется на реальном экзамен но нет конечно такого быть не может потому что вообще это большое совпадение что 48 тем угадали но и большая радость большая гордость я буду об этом рассказывать очень много ребят ну представьте представьте когда я видел темы с утра проснулся как я был счастлив и как мои ученики выходили с курса говорили саня я писал сочинение по теме по которой писал сочинение в домашке ну шок же ну конечно что значит любить родину разбирали на курсе слова слова почему в искусстве так часто изображают море и горы не разбирали нет но это такая местечковая тема но здесь наверное можно было поговорить и про творчество михаил юрьевича лермонтова но это так как вы понимаете выражение творческая смелость художника вот это мы обсуждали на курсе да что художники это люди такие очень очень интересные своеобразные итог ребята которые живут часовом поясе москва плюс 6 пришли на экзамен и точно смогли бы раскрыть три из шести тем понятное дело что после предыдущих там регионов мы с вами говорим ой внутри 6 течет как-то маловато но алё нам нужно написать течение по одной теме до по одной а не по всем но это вообще здорово что мы без каких-либо проблем вообще без каких-либо проблем можем раскрыть три темы потому что именно к ним готовились я считаю что это круто москва плюс 5 какие были темы изменить себя и изменить в себе изменить себе окажется в чем различие мы такую тему разбирали на курсе письма добром прекрасном об этом в письмах говорится об этом настоятельно рекомендую почитать в чучели я думаю что тоже можно да там как раз историю димки если вы читали вы понимаете о чем я привязать как связаны понятия любовь и ответственность разбирали на курсе сопоставление вообще некоторых терминов достаточно известных эта история такая приятная в итоговом сочинение нам любят предлагать такие размышления чем месть отличается от справедливого наказания вот этой темы не было то есть это мы не разбирали ну тема такая местечковой ну и ладно почему события великой отечественной войны нельзя забывать конечно разбирали на курсе каждый год и на реальном экзамене в итоговом сочинении нам дают на великую отечественную войну ну а куда деваться во первых а во вторых я считаю что это очень очень правильно отчего предостерегают человечество антиутопии супер кстати даже на этом в это у меня есть ролик я недавно буквально там в общем недавно разбирал сочинение вот ровно на эту тему один в один сочинение которое получило зачет обязательно посмотрите тоже есть роли и в мир какого произведения вы бы хотели попасть и почему такой темы не было но вы понимаете да когда мои ученики например почитали 30 или 40 коротких произведений но они точно смогли бы раскрыть эту тему но я ее не считаю то есть по факту вроде как 48 тем мы угадали с командой но это слово в слово то есть мы писали сочинение на эти темы вы представляете но итог вот 3 и 6 я считаю что это отличный показатель двигаемся дальше москва плюс 4 все ближе и ближе мы к центральному региону но пожалуйста почему человек не должен быть рабом своих чувств обсуждали на курсе такие истории чучело и письма добром прекрасном тоже подходит что значит жить для людей точно разбирали на курсе чучело письма добром прекрасном идеально подходит да я напомню если вы забыли значит задача этого ролика во первых сделать обзор на все темы но чтобы обзор не был сухим я еще постарался так приплести некоторые произведения которые недавно перечитала мои любимые произведения чучело письма добром прекрасно ну вот я хочу показать что даже два этих произведения помогут раскрыть но большое количество тем но мало прочитать только эти два произведения это так чтобы какой-то был интерес и для меня тоже при подготовке к этому этого ролика почему на русти преступников не нередко называли несчастными эту тему мы не разбирали ну чем такая-то очень узкая сложная поэтому и ладно что должно оставаться неизменным в любую эпоху разбирали на курсе и чучело сюда подходит но и не только кстати про антиутопии здесь тоже можно вывернуть да ну конечно например доброе отношение к другому человеку вот что должно оставаться неизменным это так зачем человеку заглядывать будущее этой темы тоже не разбирали но тема интересная вот про будущее про будущее тема такая вот я знаю как в прошлое у нас есть например гарри поттер да ум от памяти но будущее посмотреть ладно обязательно прочтению прослушиванию просмотру такую тему мы тоже разбирали на курсе то что вы посоветуете я давал такую творческую работу поэтому итог 46 тем мои ученики придя на экзамен официальный экзамен могли раскрыть вообще глазом не моргнув москва плюс 3 тема под номером один честь и совесть как связаны эти понятия мы конечно разбирали я говорил это кстати очень похоже да и до этого тоже такое было чучело мастера маргарита тоже сюда приплел если не читали прочитайте если не хотите читать посмотреть сериал потрясающий сериал санны ковальчук зачем человек бросает вызов судьбе разбирали на курсе конечно человек судьба что делать человеку чтобы достичь своих целей все это вот здесь согласно ли вы с утверждением как бы сильно не менялся мир люди остаются прежними мы обсуждали такое на курсе и очень похожие выражение рассматривали такая историческая эпоха вам особенно интересные почему вот этого не разбирали но такая узкая тема видите да узкие темы в большинстве своем я при подготовке курса не брал но тем не менее так или иначе каждый мой ученик мог раскрыть эти темы прочитав тот список литературы который отдавал в прошлом году а в этом году список то еще и обновленный на основе опыта я думаю в этом году вообще чуть ли не все темы мы сможем раскрыть а это нормально вообще то что не все темы может выпускник раскрыть потому что темы порой бывают узкие поэтому нам не нужно стремиться к раскрытию всех всех но нужно стремиться при подготовке к раскрытию большинства вот так чем больше тем разберет выпускник тем лучше он подготовится замечательный тезис может ли научное открытие представлять опасность для человека человечество разбирали на курсе здесь сразу вспоминается произведение говорит не говорит произведение она но не то произведение на нету она о котором вы подумали в общем посмотрите в интернете на погуглите и найдите это произведение хорошее произведение про профессора почему литературу часто называют человековедением вот это мы не читали ну ничего практически прям вот под эту тему поэтому я ее и не учел но при этом ну человек человековедением ну понятно да Раскрыть эту тему абсолютно не сложно, но еще раз повторюсь, для честности эксперимента я, конечно, это не учитывал, потому что такое слово в слово мы не разбирали. Итог 4 из 6, ну я безумно горжусь. Далее, Москва плюс 2. Нужно ли стремиться понять себя? Точно обсуждали, очень много такой глубинного анализа у нас было, и чучело, и письма о добром прекрасном помогают в этом. Какие человеческие качества наиболее нравятся вам? Чучело идеально. Когда, по вашему мнению, молодежь нуждается в опыте старшего поколения, вот это мы обсуждали, вообще взаимоотношения двух поколений, это ключевой элемент обсуждения в нашем курсе был. Значит, память о каких людях не меркнет с годами, тоже разбирали на курсе, у нас прям несколько, там 2 или 3 произведения коротких, вот прям под эту узкую тему я очень рад. Почему нельзя убивать время, вот это не разбирали, такой сложный момент, да, в общем узкий. Ну и какое произведение искусства можно назвать великим, вот это прям разбирали. Я прям давал такие темы для чуть ли не финального пробника тоже, такие широкие, чтобы посмотреть на разные сочинения, которые у меня сохранились. И в этом году я буду показывать примеры потрясающих работ с готовыми аргументами. Вообще, я очень-очень жду подготовку к итоговому сочинению. Она будет и в сентябре, и в октябре, и в ноябре. В общем, чем раньше запишетесь, тем лучше, конечно, на наш основной курс. Итог, 5 из 6 темы угадали, ну вообще супер. Далее, значит, Москва плюс 1, зона 3. Ну мы приближаемся к финалу этого ролика. Надеюсь, что вам интересно, и надеюсь, что вы смотрите. Если смотрите, поставьте лайк и напишите в комментарии, какая тема вам больше всего понравилась. Двигаемся дальше. Можно ли прожить без мечты? Разбирали на курсе и письма о добром, прекрасном идеально под это подходят. Там чуть ли даже не третье письмо, кстати, об этом. Вообще супер. Я люблю перечитывать письма о добром, прекрасном. Главная настольная книга любого уважающего себя человека. Как бы громко это ни звучало, но это мое мнение. Как вы понимаете утверждение Радищева? Только тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в другом. Мы разбирали это, обсуждали. Прям вот относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. И чучело, и письма о добром, прекрасном про это. Какова судьба гордого человека в обществе? Гордость. Мы тоже обсуждали. Гордость, гордыня. У нас недавно, вот и запамятовал, ну, с учетом того, что это мой восьмой выпуск сейчас будет, ну, представляете, да, к какому огромному количеству тем я готовил ребят. В 2015 году сам готовился, в 2016 учился в универе, в 2017 начал преподавать, и вот 2015 год, 2017 и так далее пропустил только один год подготовки к такому сочнению, так, в глобальной жизни. Поэтому там, в чем разница между гордостью и гордыней, было такое. Письма о добром, прекрасном, пожалуйста. В какую историческую эпоху вы бы хотели жить и почему? Не учитывал эту тему, но хорошая. Кстати, очень сочетается с одной из тем, которые были выше. Почему время называют лучшим лекарем? Тоже не читали так конкретно под это, но некоторые короткие произведения были. Например, да, кстати, в письма о добром, прекрасном есть раскрытие этого. Согласны ли вы с утверждением, человек, любящий читать, никогда не будет одинок? Мы прям разбирали на курсе, влияние книг на человека супер вообще. Итог 4 из 6 тем в регионе, где время московское плюс 1. Вот было как-то так. Ну, мало, конечно, понимать, как растет ту или иную тему, нужно еще и пробовать писать. А когда человек начинает писать, конечно, очень часто допускает те или иные ошибки. И при подготовке, ну, ничего не получится. Поэтому обязательно скачайте. Я хочу напомнить. Обязательно скачайте файлик. Вся орфография для ЕГЭ. Он есть в моем телеграм-канале. В телеграм-канале огромное количество полезного контента. Я думаю, что вам будет интересно, поэтому переходите. Ну и барабанная дробь, Москва. Какие темы были в Москве? Ну, в регионе, да? Значит, какую жизненную цель можно назвать благородной? Мы разбирали об этом на курсе. Вообще благородство супер. Что такое взаимопонимание? Конечно, разбирали огромное количество произведений, прочитали на эту тему. Коротких, содержательных. Когда представитель старшего поколения становится настоящим авторитетом для молодежи? Вообще супер. Разбирали и чучело тоже отчасти сюда подходит. В чем с ценность исторического опыта? Мы прям писали сочинение на эту тему. Почему достижения прогресса даются человеку, дающие человеку удобство и комфорт могут быть опасны? У нас огромное количество, там 4-5 произведений на эту тему мы прям читали на курсе. Ну и что делает человека подлинно счастливым? Мы прям обсуждали очень-очень подробно, что помогает человеку быть счастливым. Итог. В центральном регионе, где учатся большинство учеников, я думаю, ни для кого не секрет, мои ученики смогли бы написать сочинение по всем темам. И они выходили с экзамена и говорили, Саня, я сидел, выбирал... Значит, я написал два сочинения, выбирал, какое лучше. Лучше не повторять, можно повторять только в домашних условиях, но не на реальном экзамене. Вот, поэтому не обязательно так делать. Но при этом, представляете, какая ценность? Вы приходите на экзамен и не переживаете за то, что не сможете раскрыть. А вы сидите и думаете, так, а какую тему я раскрою лучше? Какая тема мне интересна? Как ее раскрыть так, чтобы я сейчас кайфанул, написав сочинение? Можете себе представить? А будет так, если будем готовиться вместе. Сто процентов. Поэтому я настоятельно рекомендую это делать. Далее. Москва плюс один уже. Погнали. Способен ли робкий человек совершить смелый поступок? Это не разбирали. Ну, потому что здесь робкий человек, смелый поступок. Ну, некоторые произведения у нас были на эту тему. Да и чучело тоже сюда подходит. Понимать человека или управлять им интересно. Мы обсуждали такое. Чучело подходит. Возможно ли полное взаимопонимание между людьми разных поколений? Об этом я много говорил даже и сегодня. Гордиться слабой своих предков не только можно, но и должно. Это не разбирали. Но об этом говорил Александр Сергеевич Пушкин. В принципе, про историческую память много произведений было. Но я не стал учитывать это, потому что, ну, не было слова. Слова такое. Какие проблемы человечества придется решать вашему поколению? Я, ну, мы не разбирали эту тему, но тема очень хорошая. Вид искусства, литература, музыка, театр, кино, который особенно привлекательен для меня. Вот это разбирали. Такие широкие темы были. Ну, и итог 3 и 6 тем. Итог вообще всего, ребят, смотрите. В любом регионе мои ученики приходили и знали минимум, там сколько, по-моему, 2 темы из 6. Но это о чем-то говорит. Это говорит о том, что наша подготовка очень качественная, целостная, комплексная. И главное, это опыт и системность. Опыт и системность помогают подготовиться без стресса к важному, к первому серьезному экзамену. Напомню, что в моем Телеграм-канале можно скачать замечательный файлик «Вся орфография для ЕГЭ». Обязательно переходите и скачивайте. Ну, и на этом YouTube-канале есть ролики про итоговое сочинение, с чего начать подготовку, что читать летом. Если вы вдруг замотивировались, готовьтесь, готовьтесь правильно. С вами был Александр Долгих, онлайн-школа Умскул. Грамотно быть модно. До встречи.